Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема в том, что мне иногда трудно здороваться с людьми, особенно если они на приличном расстоянии или заняты чем-то. Желание поздороваться есть, но условно впадает в супер после таких случаев. Меня долго мучает совесть, не хочу ничего делать, боюсь обидеть людей и проросусь невоспитанной. Вообще, достаточно беспокойно, недавно болело неврозом, мне далеко не безразлично, что по мне думают и говорят. Прошу вас, пожалуйста, подскажите, как решить эту проблему. Заранее спасибо. Ну, начнем с того, что в вашем вопросе есть несколько неточностей, я бы сказал, несколько таких вот неочевидных на самом деле противоречий, вот. Которые, ну, может быть, на первый взгляд и не кажутся именно противоречиями, вот. Но, вообще-то, вообще-то, противоречиями являются, вот. И я не уверен в том, что вы сами это замечаете, я не уверен в том, что вы сами подозреваете о том, что вот это противоречие. И я не уверен в том, что вы сами чувствуете, видите и осознаете, что такие аспекты в вашем тексте, скажем так, присутствуют. Поэтому, предлагаю вам сейчас пройтись немножко по тексту, предлагаю вам сейчас немножко рассмотреть ваш текст. Вот, и, соответственно, уже дальше посмотреть, как можно решить эту вот проблему, которую вы описываете. Итак, первое, вы пишите следующее. Мне иногда трудно здороваться с людьми. И сразу хочется уточнить. Иногда это когда? Иногда это при каких условиях? Если иногда, то не всегда. Да? И вы вроде бы называете моменты, когда вам трудно это делать. Вроде бы вы об этом говорите. Вроде бы об этом говорите, что когда люди находятся далеко или когда люди заняты. Но что это значит для вас? Что для вас значит то, что они заняты или находятся далеко. Вот это то, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Именно для вас что это означает. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание, это то, для чего вам здороваться. То есть, какой вы вносите смысл в то, чтобы здороваться. Вот именно вы, именно вот лично вы какой смысл в этом для себя видите. Не в том сейчас аспекте идёт речь, что вас волнует то, что думают про вас люди. Об этом мы ещё, конечно же, поговорим. А именно о том идёт речь, чтобы увидеть какой конкретно вы смысл вкладываете в то, чтобы с людьми здороваться. Вот. Это очень важно. Очень важен этот аспект. Для вас это что значит? Для нас это всё значит. Вы сами, вот, чего хотите в этом контексте. Да. Возможно это желание и не связано напрямую с тем, чтобы поздороваться. Дальше. Важный момент заключается в том, что когда человеку сложно, тяжело в ком-то поздороваться, это простыть. А стыдь это про определённую вот такую попаданность. То есть я себя подавляю, вот, я себе что-то запрещаю. Хотя и этого, например, хочу. Вот. И соответственно, здесь важно увидеть, что для вас это и именно значит. Повторюсь. Повторюсь. Это весьма важный компонент этой ситуации в целом. Вот. Дальше. Вы пишите. Желание есть. Поддороваться, но понравится. Это просто. И пусть так хочет меня долго мучить совет, не хочу ничего делать. Вот это похоже на то, что вы как будто бы, вы знаете, не то чтобы даже саботируете. Как бы свой социальный контакт. Сколько на то, что вы преследуете такую цель, я бы сказал, преследуете такую цель. Доказать себе, что вы какая-то не такая. То есть в этом есть вот что называется вторичная выгода. Ваш. И с этой вторичной выгода нужно работать. Чтобы вы её заметили. И чтобы вы дифференцировали, то есть разделяли. Ну вот свои, например, действия, да, из своей цели. Вот. Сейчас у вас, что называется, практически нет этого разделения. Сейчас вы, ну всё в одну кучу, по большому счёту, объединили. Вот. И естественно ничего хорошего из этого получиться в принципе не может. Дальше. Мучает совесть это чувство вины. Чувство вины это манипуляция. Нужно посмотреть, кто вами манипулировал. Боюсь обидеть людей, про суть невоспитанная. Это страх остаться в одной и страх быть отвернутой. С этим нужно работать. Ну что значит, что значит недавно болело неврозом? Нужно выяснить, что это значит, потому что невроз это такая история, где нужна психотерапия, вот, причём не медикаментарная. Вот. А пока что не очень понятно, проходили ли вы такую терапию или нет. Вот поэтому тут есть, на мой взгляд, ряд нюансов. Дальше. Беспокойство, которое вы описываете, это называется тревожность. Это отсутствие, ну, например, с вашей спорами. Реакции на некоторую угрозу. Попытку, ну, попытку эту угрозу игнорировать. Вот. Далее, значит, соответственно, ощущение, ну, вот, такое вот, можно сказать, можно сказать, можно сказать, неудачи. То есть вы, вот, ну, в какой-то степени потерпели неудачу в этом. Вот. В том, чтобы избежать, ну, вот, этой угрозы, так сказать, она все равно вас, ну, настигла. Вот. И, в общем-то, я делаю это нормально. Вот. Ну и, продолжайте пытаться игнорировать эту угрозу и как результат. Конечно, испытывайте тревогу, потому что не вырабатывайте, вот, каких-то решений, не вырабатывайте конкретных действий для того, чтобы реагировать на угрозу. Вот. То есть тут вот есть такой элемент, я бы сказал, ну, недоверие, что ли, себе. Вот. То есть он здесь совершенно очевидно присутствует. Вот. Понимаете, да? О чем идет в данном случае речь. Вот. Поэтому здесь нужно работать с тревожностью и здесь нужно, вот, если вы говорите, там, допустим, про невроз, да, то нужно вот смотреть, что, ну, чисто гипотетически в вами подразумевается под неврозом. Потому что невроз – это очень такое широкое. Понимаете, да? Вот. Ну, такая вот достаточно широкая площадка для различных негативных симптомов, вот, у человека. И от того, насколько, ааа, в этом мы осведомлены, вот, назовите эффективность в том числе психотерапии. Вот. Дальше. Мне далеко не безразлично, что обо мне думают и говорят. Что, ааа, вот эта проблема становится никакой. Потому что здесь вы ставите, а, как бы, а, себя. Вот здесь вы ставите, а, как бы, а, себя. Возьмите других. Ну, говоря о том, что, вот, вам не безразлично то, что возьмите других, как вы, за свою жизнь отдаете власть другим людям. Ааа, на мой взгляд, это, ааа, ну, такое поведение, да, на мой взгляд, такое поведение является, ааа, максимально, ааа, деструктивным и негуманным по отношению к вам. Вот. Потому что, ну, вот, ааа, вы себя очень, ааа, сильно в этом смысле, ааа, обосцениваете себя очень сильно в этом смысле. Ааа, принижаете, вы себе, себе, ааа, в этом смысле, ааа, отгрызаете, что, ааа, так можно сказать, да, открываете большой кусок, ааа, своих, своих, собственной, ааа, не побоюсь этого слова, жизни. Вот. И, в общем-то, вам ничего хорошего. В этом, ааа, для вас, ааа, я, ааа, не вижу. Вот. Поэтому, тут хочется только, ааа, вам, ааа, значит, ааа, помочь, да, то есть, во-первых, подсочувствовать, во-вторых, ааа, можно можно применить кодекс, а может, помочь э-э, как бы, во-вторых. Э-э, э-э, созречение, э-э-э данной э-э вот, про-сшиби, проблем, так скажу, если, конечно, вы щипяете это проблем. А если вы хотите быть на хорошем щипе у людей, если вы хотите быть на хорошем щипе у людей, то мне кажется, что вы выбрали для этого не лучший способ, вот, потому что чем больше вы будете пытаться быть на хорошем щиту, тем меньше люди будут вас ценить. Такой вот закон можно сказать, да, такой закон отношений. В этом, в смысле, ну, присутствует. Поэтому ваши задачи, как мне кажется, поработать именно с этим, поработать именно в этом направлении. Вот. То есть самооценкой, с уверенностью во себе, вот. Такой вот, может быть, большей опорой на себя, нежели в том, что, ну, например, сейчас вы вот транслируете. Да? Понимаете? О чем я говорю? И ваш вопрос, значит, как решить эту проблему, можно прокомментировать следующим образом. посредством психотерапии. Как еще? Как еще можно решить эту проблему? Только посредством психотерапии. Другого способа нет. Вот. Конечно, можно что-то еще рекомендовать и советовать. Ну, например, моя практика, мой опыт говорят о том, что такого способа нет, ну, поэтому решать, безусловно решать вам, безусловно, вот, безусловно решать вам, ну, вот. Мое мнение, например, как специалиста заключается именно вот в том, что самый лучший вариант для вас – это пойти на психотерапию. психотерапия. И какое-то время посредить себя психотерапией. Вот. Ну, хотя бы полгодика, а лучше, лучше год. Вот. Лучший год. Полгода – это вот вообще минимум-минимум-минимум. Лучший год. Лучший год. Лучший год. Год. Для того, чтобы эффект был, ну, вот, что как говорим, более-менее ощутим. Решать вам, ну, вот, вне всякого сомнения. Вот. Как вы решите, так оно, в принципе, и будет, да. Понятно, что никто заставлять вас не станет, вот. Ну, а если, если на самом деле, вот, хотите решить проблему, то лучше, конечно, обратиться на психотерапию, вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам очень благодарен. за обратную связь, по моему ответу, там, позволит вам начать работу над собой. Ну, как-то разбираться в себе, вот. Вам я хочу пожелать всего самого доброго, удачи. Обращайтесь с вами в помощь, вам она необходима. Вы большая молодец, что заговорили о проблеме, но нужно понимать, что это только первый шаг. Поехали. Продолжение следует...